Заседание посткомитета по экономике официально закончилось, но самое интересное началось позже. Парламентариев предупредили, что инвесторы из Америки заинтересованы в переработке горючего сланца и готовы предоставить первые итоги исследований о возможности создания такого производства в Монголии. По мнению специалистов, переработанный сланец – это хорошее топливо, как бензин, так и горючее для самолётов. Внедрение любого производства сегодня рассматривается с точки зрения природоохранных технологий. По словам американских специалистов, которые провели исследование, переработка, добыча и производство сланца будет проходить в глубинных шахтах, без воздействия на почву и окружающую среду. Монголия имеет большие запасы горючего сланца. Его переработка в глубинных шахтах позволит производить бензин, топливо для самолётов и даже природный газ. Топливо, произведённое из сланца, по сравнению с нефтью, имеет более низкую стоимость. Технология следующая. Производится горизонтальное и вертикальное бурение, в глубину транспортируется горячий воздух температурой в 300 градусов. Благодаря этому органические свойства сланца переходят в газ и выходят наружу через специальную трубу. Монгольский сланец содержит высокую концентрацию водорода и сравнительно небольшой объём серного газа. По этим параметрам он значительно отличается от других сланцев в мире. Цена нефти повысилась и колебалась от 100 до 200 долларов, поэтому стало выгоднее использовать и перерабатывать сланец. В этом производстве сегодня лидирует Америка, Иордания, Израиль. В Монголию был отправлен запрос о возможности исследования сланца. Ширвей предложение прозвучало во время визита спикера парламента Энгболда в Америку. Специалисты прибыли в Монголию по приглашению, встретились с отраслевыми министерствами. Наше министерство горнородной отрасли всячески поддерживает это направление. Парламентариев интересовала площадь предполагаемой добычи, качество сырья и возможный объём производства. Мы надеемся, что в Монголии большой запас сланца, но полное исследование ещё не сделано. Мы сейчас говорим только о возможностях. Производство не будет идти на большой территории, потому что даже на 100-метровом участке ежедневно можно получать 50 тысяч баррелей топливного сырья. Вопросы налогообложения монгольское правительство, наверное, решит в рамках закона и постановлений. Также монгольская сторона должна решить, к какому виду природных ископаемых будет относиться сланец, к нефти или к углю. Мировая правовая практика обычно ориентируется на способ добычи. С нашей стороны сланец будет добываться и перерабатываться способом, схожим со способом нефти. Американские специалисты ознакомили членов посткомитета по экономике с возможностью замены нефтепродуктов. Принято решение, что парламентарии изучат вопрос. Ангтувшин Нембайер, Аист, Монголия.